И еще раз напоминаю о том, что у нас есть стратегия, и от стратегии мы можем идти к бизнес-процессам и качеству. То есть на том, что вы дойдете, запишите все процессы, не заканчивается роль аналитика, не заканчивается ваша работа. Мы с вами можем постоянно улучшать, мы можем повышать качество, мы можем получить лучшие результаты. Соответственно, стратегический уровень бизнес-процесса, функции, орг структура, качество, и все это лежит в зоне ответственности бизнес-аналитика, того специалиста, который работает настолько широко с организациями. Поэтому я надеюсь, на этом слайде мы можем сделать переход к следующему вопросу, для того, чтобы вам стало понятно, как работать с вашей организацией в целом, и посмотреть более детально на те или иные аспекты, которые для вас интересны в зависимости от цели. А как это делать? Вот вы как аналитик, как специалист проанализировали, все для себя понимаете. А как донести вашу точку зрения? Как согласовать видение с вашим руководителем, с вашей командой? Как? Какие есть варианты? Вот вы анализируете, вы для себя что-то проанализировали. Уже первый вариант, как вы показываете свое видение, какую-то внедряете в свою идеологию, мы убедились в наших документах, когда мы, например, сделали Google Docs. Вы смотрели другие странички? Каждый организовывал по-разному. Многие даже улучшали в процессе, посмотрели что-то, увидели, начали улучшать, изменять кто-то, а я о вас говорю тоже, в том числе. Начали улучшать кто-то. Видели, как бедно смотрятся те странички, где мало было времени потрачено? Многие копировали, тоже хоропировали. Да, в принципе, неплохо для тех, кто успел подключиться, быстро начали пробовать смотреть, потом стали уже улучшать, изменять как-то. То есть вы сами видите, и сами можете оценить уровень подготовки такого специалиста, да, вот сравнение, как вы это делаете. Ну, вот с точки зрения работодателя, который бы смотрел ряд резюме, например, или ряд выполненных там заданий, тестов и так далее. То есть вы можете сразу это увидеть. И у всех одинаковое количество времени, 7-24 часа в сутках. Ну, разные приоритеты, могут быть разная скорость выполнения тех, или, знаешь, разные акценты. Старайтесь быть где-то с изюминкой, где-то, чтобы вас запомнили. И старайтесь научиться придумать и выбрать те средства, которые именно будут для вас хороши, которые будут показывать, раскрывать всю вашу сущность как специалиста, как профессионала, да, в работе с различными инструментами, методами визуализации того видения, которое вы даже уже получили. Потому что в наше время, как показывает практика, как вы убедитесь, когда начнете участвовать активно в наших всех мероприятиях, когда начнете выступать, ну, доносить свою точку зрения, рассказывать о своих результатах, что очень важно правильно представлять информацию, очень важно делать правильные акценты, очень важно научиться это делать уже сейчас. У вас сейчас есть время, зачем его терять? Нам нужно работать, работать, еще раз работать, для того, чтобы действительно получить хороший результат вашего обучения. Поэтому о методах получения, способах представления бизнес-информации я больше буду ждать от вас. Я вам покажу различные системы, я вам покажу различные технические средства, я вам покажу то, что было сделано уже вашими предшественниками, как они пробовали, искали, находили различные методы для того, чтобы добиться вот той информации, которая вам нужна для моделирования. Ваша задача будет все-таки придумать свои инструменты, использовать существующие, показать, какие есть, провести какой-то анализ, выбрать для себя, потом их пользоваться для своих работ. Следующей темой, которую мы с вами рассмотрим, это будет роль бизнес-аналитика. Это мы делаем после перерыва. Отдыхаем. Продолжение следует...